Эта спланированная спецоперация в прямом смысле прошла так горячо, что искры летели. Балкон направо! Балкон направо! Документы где? Документы нет. Понятно. За дома запрещено есть что-нибудь? Нет. Сразу говори, найдем. Да нет у меня. Какие у меня? Чего можно запрещено? Знаешь, что находился в розыске? Нет. Видимо, мужчина запамятовал, как в марте 2014 года вместе с двумя подельниками приехал в один из населенных пунктов Саратовской области и напал на беззащитную женщину и ее маленькую внучку. Тогда один из налетчиков остался в машине, а двое других в масках ворвались в дом женщины, где, угрожая ей пистолетами, похитили деньги и ювелирные украшения на общую сумму 400 тысяч рублей. Два фигуранта этой группы были по горячим следам задержаны, в настоящее время отбывают наказание, а третий фигурант подался в бега и был объявлен в федеральный розыск. В текущем году была получена информация о том, что фигурант появился на территории города Саратова, был установлен в ходе проведения оперативных мероприятий адрес фигуранта на территории поселка Солнечный. В результате проведенной спецоперации фигурант был задержан. Ну а дальше все пойдет по стандартному для нарушителей порядка сценарию, где, конечно же, будет суд и наказание по всей строгости закона. Возобновлено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 162 Головного кодекса РФ. В настоящее время следователями с участием обвиняемого проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, судом по ходатайству следователя уже ему избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Андрей Багаев, Денис Желтов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.